Привет! Мы с тобой! Мы с тобой! У них поставлены задачи, они как бы их выполняют. Город ждал появление женской команды. Наконец-то это случилось. За любимые ромби бились, добивались статуса профессиональной команды. За любимые ромби и давно к этому шли. Я, например, рад за них, за руководство, что они добились. Молодцы девчат. Все будет впереди, победы будут. Полина Гевка, лидер женской команды «Крылья Советов», приглашается на тренировки сборной страны. Этот сезон для нее начался с Кубка России. Одну шестнадцатую финала ее клуб выиграл со счетом 7-0 у Нижегородской Ники. Одну восьмую финала проиграл дома московскому Чертанову 0-5. Впереди национальный чемпионат в первой лиге. 17 лет не было футбола. Мы играем в Самару, мы новое поколение. Боремся. Болельщики приходят, за нас болеют. За город, за Самару. Мы готовы выигрывать. Мы сделаем все, чтобы выиграть в первой лиге. Самарские фанаты футбола от женской команды «Крылья Советов» ждут спортивного чуда. Уверены, у них все получится. Это очень хорошо, что девушки тоже задействованы в футболе. У них все впереди. Они только начинают свой карьерный путь. Это новая команда, которая выделена из Академии «Крылья Советов». Давайте пожелаем им просто удачи. Я думаю, что через несколько лет мы увидим хорошую, сплоченную, сыгранную команду при соответствующей поддержке. Женский футбол в России, в частности, в Самаре. И команда «Крылья Советов» будет тоже развиваться, расти и показывать отличный классный результат. За результат «Женских крыльев» отвечает главный тренер Галина Комарова. В прошлом футболист-полузащитник выступала за семь российских клубов, в том числе и за Самарские ЦСКА ВВС. Двукратная чемпионка страны в общей сложности сыграла 172 матча и забила 60 мячей. За сборную России на международном уровне в 59 матчах оформила 6 голов. На дебютном для национальной команды чемпионате мира Комарова забила первый мяч. Поэтому побеждать тренер «Крылышек» умеет. Учит этому и своих подопечных. Главная цель – Суперлига. Девчонкам сказала, что не надо бояться. Мы идем туда и мы хотим там играть. И здесь на уровне Самарской области и при Волже мы выиграли уже все, что можно. Потому мы начнем, может, с каких-то проигрышев, будут победы, будут качели. Без этого не бывает великих побед. Женскую команду собирали в Самаре по крупицам, закрыли советов, играют спортсменки ЦСКА ВВС, Меги и 11-й спортивной школы Олимпийского резерва. Это самая молодая команда в первой лиге. Девушкам в основном 16 и 17 лет, но уже 4 футболистки привлекаются на тренировки в молодежную сборную страны. Самара – она футбольная. В нашем городе нашлись те девочки, которые соответствуют уровню или попадают в расширенный список сборных, молодежных. Молодые, перспективные девочки, все местные воспитанницы. И мы надеемся, что из этого состава, из этого костяка вырастет хорошая команда. Первые матчи в первой лиге начнутся в середине лета. Крылья советов в начале несколько встреч сыграют в Самаре на Металлурге, потом на выезде. В женском чемпионате России за медали сразятся 24 команды. Задача «Крылышек» в первом сезоне попасть в восьмерку лучших. И на финальном этапе побороться за места на пьедестале почета. Анатолий Головко, Сергей Кизуркин, Василий Колдашов. События.